Посторонним вход в это здание воспрещен. Аккредитованная лаборатория питьевых источных вод МУП водоканала объект закрытый, если не сказать секретный. В здании три подразделения. Первое занимается анализом источных вод, которые приходят на честные сооружения со всего города. Мы проверяем предприятие для того, чтобы знать, какие загрязнители сюда к нам приходят. Второе, мы оцениваем эффективность работы честных сооружений. И плюс мы смотрим речку Аку для того, чтобы оценить, какое воздействие мы производим на окружающую среду. Оценку качества питьевой воды проверяют во второй лаборатории. С помощью реагентов специалисты определяют ее жесткость, количество примесей. Исследование проводится в соответствии с федеральными документами. Для примера, Александровский водозабор мы отбираем по три раза в неделю и определяем все эти показатели, которые типичны, как загрязнители именно для центрального региона России. Это мутность, цветность, железо. Но железо и жесткость знает каждый потребитель, каждый житель нашего города. То есть вот эти показатели у нас проверяются обязательно, они ежедневные. Есть показатели, которые определяются, например, раз в год, раз в полгода. То есть вот согласно этих документов мы это определение и производим. Третья бар-лаборатория. С помощью этого прибора исследуется количество бактерий в питьевой воде. Здесь приводится вода, определяется объем для анализа. Вода фильтруется. Специальные фильтры улавливают бактерии, которые потом в течение суток мы выращиваем при температуре 37. Это температура как бы фактически человеческого организма. То есть этим и определяется близнетворность этих бактерий. Если мы видим, что у нас на фильтрах ничего не вырастает, мы говорим о том, что вода чистая и безопасна в микробиологическом отношении. Если что-то вырастает, то мы проводим водоканал-дезинфекцию для того, чтобы довести воду до показателей нормативных. Со слов сотрудников лаборатории, нам повезло по сравнению с жителями больших городов. Москвичи и нижегородцы пьют речную воду, тогда как муромляне – артезианскую из глубенных скважин. Сама природа стометровым слоем защищает ее от бактерий. Для муромской воды подходят фильтры только от жесткости. По мнению специалистов, воду из-под крана вполне достаточно просто прокипятить. Ольга Келешина, Александр Симонов, Новости 24, Муром.